Ледниковый период в одном из домов, расположенных в поселке Искателей, требуется ремонт крыши и утепление чердачных перекрытий. В соответствии с графиком региональной программы капремонта, эти работы начнутся не раньше, чем через 19 лет, но так долго жильцы дома, возраст которого составляет, по официальным данным, 17 лет, больше ждать не могут. Ситуацию разбиралась наша съемочная группа. И смотрите, у нас сосульки в два ряда, которые идут с под шифера и с шифера. Ну, те с шифера – это от снега. А с под шифера? Сосульки здесь повсюду. На окнах, стенах, подоконниках, газовых трубах в несколько рядов свисают с шифера. Свой дом жильцы квартир на Россихина, 10, называют ледяной избушкой. Вот смотрите, как погнили эти доски, под шифером, которые идут. Видите? Они погнили. И, естественно, капает, из-под шифера идут же сосульки. Тепло-то выходит с под шифер. И эта вся вода, все это сосульки прямо в квартиру. А с ее квартиры прямо на первый этаж. Весна на балкон Валентины Рочевой приходит раньше положенного. Даже в морозы с потолка капает вода, которая затем образует толстый слой наледи. Ее Валентина Александровна отбивает от пола и выносит на улицу ведрами. То, что не успевает сразу замерзнуть, протекает на этаж ниже. Вон, смотри, сосульки, видимо, даже маленькие, но есть. Ну, три дня назад вообще висели аж до этого, до пола, скажем так. Ну, соседи часто вот, да? Нет, вот в этом году первый раз. Так, Валентина обычно заливала. С капелью внутри своей квартиры Валентина Александровна уже устала бороться. После того, как дождь пошел на кухне, женщина в очередной раз напомнила о себе управляющей компанией. Специалист службы заказчика поселка Искателей осмотрел помещение и составил акт, подтверждающий факт протечки. В ходе осмотра были выявлены следующие. Произошло потопление потолка в кухне. Просматриваются трещины потолка и пожелтение красочного покрытия. На балконе протечки талых вод. Следствие нарушения кровельного покрытия шифер. Имеют сколы по краю. Всё. Площадь залива составляет 0,5 квадратных метров под потолку на кухне. Залив потолка, напольного покрытия на балконе, фото прилагается. К борьбе с осольками и капелью внутри помещений подключились и соседи Валентины Рочевой. У нас по обращению одного из жильцов дома, номер 10 улицы Росихина, в настоящее время проводится однепланная проверка. Совместно с управляющей компанией наш специалист провел осмотр данного дома. Было зафиксировано наличие следов из старых протечек. И образование наледей найдено, что показывает на наличие проблем, от которых говорят жители. Сейчас мы хотим выяснить, какие меры предпринимала управляющая компания, есть ли тут их вина в данном инциденте. И сформируем предписание на устранение текущих дефектов. Жильцы уверены, решать проблемы надо сообща. Недавно, к примеру, добились того, чтобы в их подъезде установили радиаторы отопления. И стыки, которые были демонтированы еще несколько лет назад. Но по какой-то причине с этого года счета за фактически неоказываемую услугу вновь стали выставлять. Сейчас на январе, в феврале мы получаем, за январь у нас выставлено отопление. Я пошла в ЖКХ, давай, ругаться. Они говорят, вот у нас есть постановление, и мы должны брать. Если нет у вас батареи, у вас есть стояки. Я говорю, ну у нас и стояки обрезаны. Как это обрезаны? Вот так. Вот это было отопление на счет. Вер только был. А за что мы должны платить, если нет отопления? Я посчитала, сумма в месяц выходит 2,197. С 5 квартир. Сумма немаленькая. По словам жильцов, после того, как они озвучили управляющей компанией свое намерение обратиться в окружную прокуратуру и СМИ, в подъезде дома оперативно установили радиаторы отопления. С проблемной крышей также обещали разобраться. Правда, пока только на словах. Вчера ходил я в нашу управляющую компанию, побеседовал с руководителем. Что говорили? Ну разговор был конструктивный. Пообещали, что все исправят. Ну будем результаты ждать. Летом должны крышу сделать, сейчас должны снег убрать. Посмотрим. К обещаниям коммунальщиков жильцы дома относятся с недоверием. Проблема нарастает, как снежный ком. А решения до сих пор нет. И каждый год нам обещают. Старым шифером. Да. А теперь нам сказали, что перепрыгнуть старым шифером. Ну что же это будет? От кого-то сняли там старый разобрали, шило на мыло. Зная о чаяниях жильцов, руководство администрации поселка Искателей обратилось в окружной профильный департамент с просьбой выделить субсидию из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств по выполнению необходимого ремонта. Но в ответ получили обоснованный отказ. Говоря простыми словами, дом на Росехино-10 еще слишком молод. А потому ремонт крыши и утепление чердачных перекрытий ему вроде как не положены. Пока. Указан дом не относится к муниципальным жиловым фондам. Значит, что хочу сказать. Значит, закон о приватизации жилого фонда принят в 91-м году. Дом этот построен в 2002 году, то есть после введения этого закона. Если бы этот дом был построен раньше, до 1991 года, тогда в администрации возникали обязательства, ну и то есть и органы власти в ремонте, допустим, этого дома. Так как он введен после, получается, если мы его, допустим, ремонтируем, то это получается нецелевое использование бюджетных средств. В соответствии с региональной программой, работы по ремонту крыши и утеплению чердачных перекрытий в данном доме запланированы на 2038-2040 годы. Впрочем, как нам пояснили в фонде содействия реформированию ЖКХ, эти работы могут быть перенесены на более ранние сроки. Для этого собственникам на общем собрании необходимо принять соответствующее решение. Раз они очень часто пишут, говорят, обращаются в управляющую, управляющая компания должна была составлять акты о состоянии крыши, о состоянии чердачных перекрытий. То есть обследовала она их, писала акты, эти акты должны быть. Собрали всю эту информацию о них, акты в своих собраниях, решения собрания собственников. И уже в администрацию свою поселковую идут заявления, что просим вас походотайствовать в департамент строительства, который занимается актуализацией программы, о переносе именно вот этих видов работ, так как у нас крыша такая, чердак такой, жить не возможно, ну все вот это. Но им к этому еще, конечно, и балкон надо ремонтировать, раз балкон в таком состоянии. В свою очередь в администрации поселка Искателей выразили готовность помочь жильцам дома в отстаивании их интересов и составлении обращения в окружной профильный департамент. Впрочем, как нам пояснили в ведомстве, обратиться с этим вопросом жильцы могут напрямую к начальнику управления ЖКХ энергетики и транспорта Нинистского округа Павлу Масикову. Для этого можно позвонить по телефону 2-12-04.